Узнаем, правда ли, Акимба такой сильный. Чё-то не так. Не помогает, да? Злой, агрессивный, огромный. Всех приветствую, с вами Давид Шамей. Сегодня мы узнаем, правда ли, Акимба такой сильный, правда ли, он закатывает столько на кисти. А ещё покажем, как делать надо и как делать не надо. Он расскажет, как поднимать до хрена, а я покажу, как поднимать поменьше. Всем привет, подписывайтесь на каналы. Тут умный канал, поэтому я не буду ничего. А ещё мне здесь угрожают. Так как здесь канал для интеллигентов, сегодня не будем поднимать больше Шамея. Поднимем столько, сколько он скажет. Let's go! Так, начнём. Я берусь вот так и в замок. Закрытый хват и полная амплитуда. Сюда. Мне эти подушки мешают. Это тут я чуть-чуть достаю. И 60 уже прям такой ощутимый вес. Если мы сейчас перешагнём на сотку, я уже могу не сделать. Как Макс говорил, он всю жизнь работал в открытом хвате, поэтому это легче, да, но и поэтому сотка пошла очень уверенно. Почему открытый и закрытый? Чем отличается вот это? Это для более гибких, скажем так, и людей, у кого хороший сустав этот, не замученный, ничего. Так делать легче, комфортнее, приятнее. А если вы даже так не можете, вообще лучше делать одной рукой. Вот это вот самое то. Они не сгибаются, блядь. Смотри, делай шаркатик. Раз. Попробуй чуть-чуть просто пробить. Ну, у меня всё. Немножко пробить параллель и пойти. То есть, ты сейчас шёл с прямой, и можешь... Катнуть? Да, чуть-чуть её. Так, сейчас я попробую сделать свой персональный рекорд. Я никогда не делал 100 килограмм в полном амплитуде. Я попробую сделать сейчас с пробитием кисти. Нет. А почему он делает столько же, сколько я? К тебе вопросы. Чё-то не так. Дроблённый кошачий лоток. Сэмпай, что потерпит? Сэнсэй, что потерпит? Убил. Дальше ты, да? Что, 120? Ну, 120, да. Злой, агрессивный, огромный. Такая тишина просто мертвецкая. И он делает очень легко, очень много. А ты берёшься насколько далеко, близко к этим рискам? Чтобы, примерно, кулачок оставался. Вообще, кулачок-то... Нет, ну, мяч. Вот так, сантиметр по 5 до 10, 3 пальца. У меня такая амплитуда уродская получается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он как кисти качал. У меня, ну... Я и борюсь-то, у меня вот такая кисть. А он 8 лет. Коля, а можно по бокам как-то кустаново? Ты говоришь, Шамей, один. Давай. Сейчас, поди, поди. Как он и с закрытым пальцем делает. Чё тут, блядь, происходит тут? Никто хуже мне ещё штангу не подавал. Есть проблемы. У меня есть сложности с этим упражнением. Как вы это делаете, блядь? Мы делаем вот это. Сейчас, проверим. Не помогает, наверное. Ну, и тут всё. Это больше, чем максимум. Я даже статику с этим подержать-то не могу. О, ебать. Так, максимальный вес, который я сам себе подавал, это было 150. Поэтому сейчас... То есть у тебя ещё там басик есть? Я обычно любил тренироваться один, поэтому большие веса я учился сам. Сейчас надо оборудить. Я не могу, спустя. Ну, смотри. Сто шестьдесят будет. Точно. Ну, неадекватная разница в уровне сгибаний. А кто-то... Ну, на какой говорил? На мой день запирал. Для моего дрочил. Для него занимался умственной активностью. Руками тоже дрочил. Тоже дрочил. Два лайка, и мы заставим его поднимать камни. Это неприятно. В принципе, это больно. Проигрывать молодым? Нет, вот эта хрень. Проигрывать молодым я уже привык. Я могу только просто пошевелиться туда-сюда сам. Типа кисти не шевелятся. Давай! 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 Блядь! Блядь! Опускай же мы... Опускай... Сейчас ты должен был там выстрелить. Я не знаю, что было. Полтора или ноль-два повторения. Но статика была. Я хотел было сказать, что вот там разница техник. Еще что-то. Делайте так, делайте так. Они просто дохера делают. Прям очень дохера. Не знаю. Я думаю, не важно в какой технике. Хороший. Оп. Поднимаем. Пока нет, пока держим. Опускаем. Блядь! Блядь! 180 будет. Нормально. Так это 180. Это 160. Это 160. Да? Он десятки разы найдет. Это 180. Там двадцатки висят? 9, 10, я не останусь. А, я не останусь. А, я не останусь. А, я не останусь. Блядь! Так это 180 будет. Сука! Я настраивался на 160. 200 будет. Сука! В чем секрет? Нет? Нету. Самая инстинкт сохранения. В чем секрет? Я не знал, сколько там висит. Я подумал, просто хуёвенько получилось 160. По тихоньку кончается место на шланге. Комментарий. Быстро, блядь! Рассказывай. Как ощущения? Как ты набрал? В прошлый раз ты просто подержал, сейчас у тебя настроение было. 220! Пока не убрём. Что для тебя значит этот рекорд? Моё любимое упражнение. 10 с грифом? Да. Ты же понимаешь, что в комментариях будут писать вот говно, пальцы не та, палитуда не та, на два сантиметра надо было вниз убрать. Я делаю для себя и показываю это все в интернетах. Он делает для меня, я попросил хуйню, пойдёмте. Ага, спасибо. Да, спасибо. Сань, 220. 220, работаем. 220. Подтверждаю. Ты же его жмаканул. Ты какой готовый. Останьте-ка. Эбать, я жоба открывается. Ноги повошли. Хорошая статика была. Башка сейчас взорвётся. Сколько? Секунд пять было, да? Ну всё, полноценный подход есть. Показываем на камеру вес. Сейчас надо это скатить. Так. 20 килограмм. 20 килограмм. 20 килограмм. Ещё этот двадцатый. И последнее. Получается, никого не обманываем. Не фахуй. Экспертный кусочек по поводу таких ужасов. Делать так? Или не делать так? Я бы не делал. Мне даже смотреть страшно. Это очень до хрена. Но, в принципе, если у вас есть большой опыт в сгибаниях на скамье. Статика. Это отлично. Статика. Это полезно. Главное, чтобы она не превращалась в негатив, когда вы только закатили и его сразу разогнуло. Вот. Если вы чувствуете, что у вас здоровые кисти, ничего не отваривается, вешайте побольше и делайте. Максим. Это видеоблог. И расскажи нам быстренько, почему так до хрена. Короче, первые два моих упражнения, когда я пришёл на армрестлинг, это были и кисти и пронация. Пронация мне никогда в жизни не нравилась. Вот. А на кистях в чём прикол? Вообще, в чём смысл армрестлинга для меня? Это когда ты приходишь. Максимально некомандный вид спорта, поэтому никто тебе не нужен. Садишься, берёшь музычку и штангу. И потихоньку, плюс два килограмма, плюс три, и так ты убиваешь три часика, и тебе кайфово. Ну и открытый, потому что, блин, мне вот так больно делать. Я один раз так сделал, у меня кисть хрустнула, и потом я полгода не мог делать кисть. В общем, вы сами слышали, у Максима просто нет друзей, он одинок и вместо всех своих дел гоняет кисть. Вот и накачался. Мы делали сгибание кисти со штангой, это любимое упражнение Максима, он меня в нём просто уничтожил. Я остался там где-то на, это сколько было, примерно 50% от того, что сделал он. Вот, теперь мы идём делать моё любимое упражнение, которое я делал несколько лет, только 4 года назад. Я надеюсь, он может отыграться. Сколько ты делаешь в этом упражнении? В этом упражнении, если честно, мы уже на моём максимуме. 40 это уже хороший прям вес, особенно тут 60 миллиметров ручка, просто огромного размера. Я рекомендую делать кисть на 40. Блядь. 20. Ну это где-то 97% наверное было. Мы сейчас сделаем. Рассказываю об этом упражнении. Это одно из самых моих нелюбимых упражнений. Потому что тут максимально маленькие веса. Вот, что я говорил, поддать бочинкой, когда кисть не крутится. Сначала делаем по технике, а потом говорим так. Ну мы же так, не боремся. Мы боремся вот так. На меня, на меня, на меня. Вот я надеялся на тот результат. У меня в зале легковесы не могут подтянуть тот вес, который я делаю там на 10. Тут какие-то больные легковесы. У меня просто широкая одежда. На самом деле у меня огромная пуза и душа. Так, надо добавить вообще капальню. Я делаю левый, потому что у меня правый отваливается уже, гдиот просто. А я попробую. Собираем огонь. Собираем кисть. Как выхлезло. Он говорит, мне в моей категории никто кисть не выбивает. Видите, нужно всего лишь 42 килограмма, чтобы выбить кисть. Люди там что-то 70 на луч поднимают, почему-то не могут. Эта рука такая, что я и пальцы не... Чаш. Хороший тяж мне выбивает кисть. Я выиграл целых 2,5 килограмма. При том, что я тяжелее на 40. Как говорится, в армессинге всегда... В определенный момент в армессинге решает очень глобально даже полкилограмма, 100-200 килограмм. Прям вот так. Чем выше уровень, тем дороже вот каждый этот килограммчик, который ты делаешь на кисть, делаешь сюда. Видите? Еще 2,5. Это до хера вообще. Я максимум делал на маленькой, 49 там что-то. Ни хера. Нормально. 2,5 хватит. Да. Я теперь понял, что ему больно. В ходе данного эксперимента мы выяснили, что веса в армрессинге вообще ни хера не значат. Потому что, ну если бы была прямая корреляция с такой разницей там в скручивании, меня бы вот так просто вот, наверное одной бы кистью до подушки били бы просто. Но так не происходит, значит тут что-то не так. Тут просто в чем еще дело? У меня если доминирует хорошо только кисть, то в остальных у меня прям... У меня тоже самое. У меня тоже только кисть. Я не выебывайся. Типа бог природа не дала, угол там какой-то так себе, а кистенка прям хорошая. Ну я так думал до этого видео. У тебя здоровый дух. У меня мощная нервная система, я злой. Если не выигрываю, то кусаюсь, поэтому мне на всякий случай отдают руки. Как говорил Семей, ему нельзя расслабляться, а у меня наоборот. Мне надо расслабляться, чтобы я нормально боролся. Любите спорт, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, отправляйте друзьям. Если нет друзей, то отправляйте родителям, родственникам. Если никого нет, то делитесь с нами. Мы стараемся для вас. От вас нам нужна только поддержка. Поэтому всех вас обняли, всех вас приподняли. Занимайтесь спортом, занимайтесь армейсингом, но в меру и с учетом вашей физической подготовленности и здоровья. Если у вас нет друзей, качайте кисти, это потом вам поможет снять какой-нибудь прикольный видос. От вас мне нужны только деньги, поэтому подписывайтесь на инстаграм. Там у меня есть ссылка на платный телеграм-канал, где я рассказываю все секреты тренировок, подготовки, восстановления. Оставляйте комментарии о том, что я жадный еврей. Всем пока! Аллочная игра мила! Аллочная игра мила! Аллочная игра мила! Я бы не знал, что вы скажли. И confirms на эту。。 Продолжение следует...